Взрослые Сегодня 14 февраля и у нас в школе день Святого Валентина. Это Толик. Его любимый день 14 марта. День числа Пи. Вероятность того, что в коридоре школы в меня падет молния 957 тысячных процентов. Но это все равно гораздо выше моих шансов получить Валентин. Это Даша. Она очень добрая девочка и может задать вам трепку, если вы не поверите в ее доброту. Сегодня, Толик, ты обязательно откроешь мне свои чувства. Нет, не так. Сегодня, Толик, я обязательно заставлю тебя открыть мне свои чувства. Это Степа и Юрик. Они очень уважительно, трепетно и самозабвенно относятся ко дню Святого Валентина. Сегодня можно будет пошутить над влюбленными. Это Маша. Она умная, красивая, ответственная. В общем, само совершенство. Куда пошел? Ты мне? Тебе, тебе. И это тоже тебе. За что? Ну, это мои чувства к тебе. Ладно, но я пошел. Ты куда? Я никуда. Валентинку мне пишешь? Я? Ну, да-да. Правильно. Давно пора признаться мне. А когда подаришь? Ну, после уроков. Сегодня семь уроков. Чего так долго? Ну, у меня много чувств к тебе. А, это хорошо. Ну, я пойду? Иди. Я иду. Толик, осталось семь уроков. Семь уроков. Тема следующего соревнования. Кто? Ну, 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 Саша? Травоядные животные. Травоядные животные. Время пошло. Наш директор переписал под свою методу всю школьную программу по биологии. Получилось забавно и интересно. Как вы успели заметить, Даня начал первым. Маша продолжила. Никто из них ни разу не ошибся. А это значит ничья от за ничью. Опа, получается по пятерке. На место. Так, а следующая пара у нас Даша и Уткин. Так, 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 так. Даша и Уткин. Итак, тема? Тема соревнования. Ну, 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 ну. Кто, кто, кто? Кто тема соревнования, да? Пресноводные. Пресноводные. Время пошло. Слышь, дай себя за ничью, а? Согласна. Согласна ничья. Ну, что ж, за ничью оба получают… Звонок на место. Жалко, что не успел, договоритесь. Осталось пять уроков. Нет, не успею! Иван Марсович дважды становился заслуженным педагогом года по трудовому воспитанию на Земле и поговаривает один раз на Марсе. Иван Марсович. Что? А вы знаете про программу «Космический турист»? Нет. А что это? Это когда люди могут полететь в космос, как туристы. Любые люди. Нет, не любые. Жаль. Но у меня есть билет. Вот я и подумал о вас. Так, я могу. Отлично. Но вот только перед тем, как улететь, вы можете мне смастерить Валентинку? Да для тебя все, что угодно. А что это? Только мне нужна уникальная Валентинка. Единственная в мире. Ну и чтоб в глаза не бросалось. Понял. Отойди. Все. Готово. Все понятно. Да нет. Подожди. Ух ты. Невероятно. Такая маленькая. Это что? Там еще надпись есть. Да ладно. С днем святого Валентина, бабушка. Ну как? Я вообще-то хотел девочке подарить. Ну а с билетом что? Ничего не получится. Там тоже бабушка написана. Когда вы приходите к Филиппу Филипповичу, он уже точно знает, что у вас болит. Но из вежливости всегда спрашивает. Так. И что у тебя болит? Ничего. Просто мне очень надо домой. Толик. Это на тебя не похоже. Ну-ка рассказывай, что случилось. Понимаете, одна девочка думает, что я ее люблю. И требует, чтобы я ей подарил Валентинку. А ты? А я ее боюсь. Толик. Ну, девочки это нежные, хрупкие создания, которым нужно дарить подарки, ухаживать, делать комплименты. А я ее боюсь. Не нужно их бояться. Тебе нужно просто подарить ей Валентинку. Вот и все. Кстати, как зовут даму твоего сердца? Это Даша из моего класса. Даша? Угу. Значит так. Возьми Валентинку и положи ее в ящик. Понял. Сделаю. Никто не должен знать, что она от меня. Но она же твоя. Да, но об этом никто не должен знать. Ну, я же знаю. Просто никому об этом не говори. Да понял, понял. Да ничего ты не понял! Никто не должен знать, что я написал Маше Валентинку! Я так и знала, что тебе нельзя доверять! Это что такое? Мой подарок. Мы с тобой не друзья и никогда ими не будем. Подарок тоже не тебе. Зачем тогда принес? Просто я подумал, что тут мой подарок будет безопасностью. Ведь ты же самый лучший охранник в мире. Все-таки признал, что я лучший? Пришлось. Ладно, оставляй, погляжу. Только ни в коем случае не нажимай на кнопку. Почему? Не могу сказать. Главное, не нажимай. Почта любви! Ребята, здравствуйте. Виня, подержи. Ой, извините. Это все тебе. Виня, конечно, удивишься, но все эти Валентинки отрисованы тебе! Серьезно? Я сам удивился. Почта любви! Круто! Так много! Кто здесь самый крутой? Виня! Так, верни мяч. А, это моя. Два месяца уже диски не выращаешь. Это тоже моя. Дай на велике погонять. И это не моя. Ага, это моя. Ну что, дашь на велике покататься? Дурок, дурок, дурок. Дурок, дурок. Дурок, дурок. Это вам. Кто это написал? Наш завуч Стелла Артуровна – самый строгий человек на свете. Ее боится даже отражение в зеркале. Я всего лишь почтальон любви. Я не могу вам сказать. Дурок, дурок. Стелла Артуровна, вы самый добрый, отзывчивый завуч в мире. Бьют по самому больному. Не поздоровится тому, кто это написал. Сегодня я получила Валентинку. От кого? Это мы сейчас выясним. Х. Тот, кто отправил Валентинку. Она написана двоичным кодом. Это означает, что Х – умный ученик. Но поскольку написана вопиющая глупость, это означает, что сильный и глупый Y заставляет умного, но слабого Х написать эту Валентинку. Уткин. А что я? Я ничего не понимаю. Дверю. Поэтому появляется Z, который пытается увести учителя по ложному следу. Z не владеет двоичной системой, но знает слабости учеников. Назовем его преступный мозг организации. Стелла Артуровна, я признаюсь, что совершил вопиющую ошибку. Вот, вот. Вы не только самый добрый и отзывчивый зауч, вы еще и самый проницательный зауч в мире. Согласен на любую оценку. Ну, в принципе, план неплохой. Поэтому Толик за двоичную систему пять. Уткин, ты всего лишь орудия, тебе три. А Даня четыре. За идею и за то, что признал свою ошибку. Вы еще и самый милосердный зауч в мире. Даня, не перегибай. Уважаемые ученики, хочу поздравить всех с Днем Святого Валентина. Почта любви работает исправно. Доставлено больше ста валентинок. Да, и Толик. Ты так и не написал Валентинку. А осталась два урока. У меня освободительная. Если дядя Коля на работе, то школа автоматически превращается в неприступную крепость. Что вы делаете? Меня просили тебе передать. Что? Остался один урок. О, Маш, привет. Привет, Ира. Ну что, ты выздоровела? Да, аллергия отходит, болезнь прошла. Вот хорошо. Ира, тебе. Спасибо, конечно. Ну ладно, я пойду домой болеть. Увидимся через месяц. Если повезет. Подожди, Ира. Простите. Что надо? Вы не могли бросить у меня вот эту вот валентинку? Что сделать с валентинкой? Пожалуйста, потише, тише. Просто вы не могли бросить у меня вот эту вот, вот эту вот валентинку, вот эту. Я же все в этом. Конечно могу. Сюда бросать-то? Ничего не надо. Да как не надо? Ты же меня сам только что просил. Ничего я не просил. Итак, уважаемые ученики. Сегодня мы будем делать полку для классных журналов. А у нас нет журнала. Да, он пропал. Как это? Не может быть. Говорят, за него требуют выкуп. Нужно дать самого убитого ученика в классе. Так, спокойно. Никого мы отдавать не будем. Лучше мы испытаем мой новый бумагоискатель. Кого-кого искатель? Бумагу. Искатель. Вау. Начинаем испытания. Кажется, нашел. В школе очень много бумаги. И мне кажется, что с помощью бумагоискателя мы наш журнал точно не найдем. Да, ты прав. Тут я не подумал. Все-таки. Ну, просто сегодня в столовой были ну очень вкусные булочки. Я положила себе одну в карман, обернув ее салфеткой. Они нашли мой второй дневник. Мне пришлось прятать улики. Так ты съел дневник? Ну, только плохие оценки. Да ты проглот. Мы договаривались, что вы испечете большой торт 2 на 2 метра в виде сердца с надписью «Йо-хо-хо, Валентина Петровна». А я испек? Наш повар может испечь все, что возможно и невозможно. Отлично. Я передумал. Ничего не надо. Я так и думал, поэтому не испек. Тогда я возьму. Тогда я испек. Вы сильный соперник. Ладно, я еще подумаю. Что у вас сегодня на обед? Оладьи. Хорошо. Тогда мне сырники. Вы реально сильный соперник. Воин дракона. Опять я. У меня для тебя, Валентинка, в форме звездочки ниндзя. Наш физрук правой рукой может разрубить до пяти кирпичей сразу, а левой рукой он может уложить в стенку до пяти кирпичей сразу, потому что он гармоничный. Лови. Воин должен быть всегда на чеку. Разверни ее. Только страдания, все остальное тлен. Что это значит? Это значит, к снаряду идет воин дракона. Сегодня у нас канат. А как же футбол? Футбол после того, как все залезут на канат. Первым идет воин дракона. Ура! Дети, так нельзя. Хотя, может быть, вы и правы. Давай, воин дракона, осталось чуть-чуть. Почтальон любви. Вам Валентинка. И не одна. Стойте. Почтальон любви. Я так и знала. Роза. Девчонки, смотрите, вон. Когда он видит мою Валентинку, он не устоит. Я тоже написала ему Валентинку. И я. Не дать мне одни такие. Ну и что? Это не важно, ведь он этого достоин. Это точно. Пацаны, смотрите, я вскрыл ящик с Валентинками. Сейчас почитаем и поржем. Ха. Наш историк идеально владеет искусством перевоплощения. Вы лепрекон? Нет, я не лепрекон. Да ладно. Где золото лепрекон? Ну нет золота. А если бы и было бы золото, то я бы отдал бы его таким же, как и я. Бедным крестьянам. Ну конечно так себе вложение. Вы святой Валентин. Нет, я не Валентин и не святой. Внимание. Одно время я жил в Альпийских горах. Вы бессмертный Горец. Нет, я не бессмертный Негорец. Ну, варианты. Если бы не Валентин, значит вы Купидон. Не угадал. Не Купидон. Давай, вы в доске. Нарисуй мне, пожалуйста, мальчика с яблоком на голове. Я очень надеюсь, что вы не Купидон. Сейчас по моему меткому выстрелу ты сразу поймешь, кто я. Ставлю три к одному на промах. Ну что я должен был понять? Вы не Купидон и не святой Валентин. И даже после этого выстрела вы не Вильгельм Тель. Но я... Так, ребята, давайте просто поговорим про борьбу за независимость швейцарцев от Австрии в 14 веке. Откройте параграф 34. Ну, Толя. Ай, Толя, что ты делаешь? Ляля, помнишь, я тебе говорил, если ты будешь хорошо учиться, то ты будешь сам не крутой в школе. Да, ты мне часто это говоришь. Ну так вот. Только крутой пацан может держать девушку за руку. Ага, Толик. Пойдем повторим домашнее задание. Ну ладно, дом поговорим. Идем, конечно. Толя такой крутой. Даня, мне нужен твой совет. Даша думает, что мы пара. Так ты скажи, что вы не пара. По-твоему, это так легко? Это же Даша. Я и так часто болею. А из-за нее вообще могу четверть пропустить. Смотри, это не сложно. Даша! Чего? Я не пойду с тобой в кино. Я тоже не хочу с тобой в кино. Вот видишь, легко. Ага, действительно легко. Ладно, сейчас попробую. Даша! Пиши Валентинку. Остался один урок. Хорошо. Галина Борисовна – заядлый театрал. После каждого спектакля она восклицает. Это еще что? Видели бы вы нашу школьную постановку? Дети, сегодня мы с вами познакомимся с самой печальной Валентинкой русской литературы. Итак, Евгений Онегин. Письмо Онегина к Татьяне. И начнет у нас Толик. Предвижу все. Вас оскорбит печальное тайное объяснение. Какое горькое презрение. Ваш гордый и страшный взгляд изобразит. Толик, не страшный, а гордый. Продолжай. Случайно вас когда-то встретя. В вас искры нежности заметя. Я убежать прям захотел. Толик, не убежать, а потерять. Соберись давай. И я лишен того для вас. Тащусь повсюду на задачу. Мне дорог день, мне дорог час. И я по школе от вас спрячусь. Спрячусь. Анатолий, вы что такое читаете? Даша, я тебя не люблю. Какая Даша? Ты, наверное, хотела сказать Таня. Нет так нет. Чего тянул до последнего урока? По словам Анны Юрьевны, нашего учителя пения, музыка – это универсальный язык человечества. И мы пытаемся этот язык усвоить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и иногда лучше и промолчать. Школа – лучшее время, чтобы читать книжки, дружить, любить, делать домашние задания, но мы вырастаем из коротких штанищек. Школа – прекрасная, классная школа, скоро увидимся! А пока – до свидания! В городе смешном, в городе смешном, в городе знойном, в сентябре, январе, в марте. Каждое утро, раннее утро, в городе школьном, еще не разбуженном, заспанном будто садимся за партию. Новые идеи, новые контрольные, новый день, чудесный перемен. Пишет ессу и распределяет роли, невыгновенный школьный день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова